всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас с вами видео видео по красочка волос прошлом обзоре заказы я вам говорила я заказала первые вот такой вот осветлитель интенсивный осветлитель из линейки faberlic expert color я уже достала все туда мне повезло девчонки у меня перчатки пришли в этот раз и почему-то здесь три пакетика настолько нужно восстанавливающий крем уход осветляющая пудра осветляющая пудра два пакетика осветляющей пудры баночка с окислителем и бальзамчик бальзамчик откладываем нам пока не нужно и перчатки у меня здесь потому что последнее время что-то у faberlic проблема с перчатками краска приходит не только faberlic expert но и салонки я то с перчатками то без перчаток в общем как повезет даже наклеечку тут раньше делали что перчаток нет имейте ввиду ну да ладно единственное неудобство этой краски что нет такого флакончика в котором можно смешивать поэтому нам понадобится с вами тарелочка кисточка расчесочка удобная чтобы разделять по рядам я хочу снять пару тонов цвета немножко осветлить свои волосы чтобы потом окрасить их в оттенок 7 1 это блондин пепель на самом деле это темно-русый цвет по факту выходит не знаю почему так faberlic не только faberlic и других красках тоже вот оттенок именно 7 1 он называется пепельный блондин и по факту он достаточно темный тоже уже рассказывала вам повторюсь что последние несколько дней чтобы окрашивание было более бережным я волосы свои напитывал различными средствами делала маски с репейным маслом чтобы и кожу головы не так пересушить краски эксперт color я доверяю я знаю что у нее достаточно стойкие пепельные оттенки когда была блондинка я красилась 8 1 и 9 1 очень красивый цвет и достаточно долго держится пепельный оттенок стране с другими красками но она жжет она очень такая мощная ядерная на жжет здесь процент окислителя большой всеми один у нас шестерка осветляющий тоже шестерка представляете я думала сейчас будет больше нет тут шестерку у нас тоже перекись водорода вот и так давайте замешивать мне хочется снять портанов я может быть вот прям минут десять подержу посмотрю как у меня посветлеют волосики они у меня такие сейчас тоже вчера репейное масло делала такие вот как пакли смотрите на мой цвет до вот бликует но на самом деле немножко посветлее чем вам камера передает как бы вот повернуться к вам чтобы увидели корни тоже сильно отросли уже видите седина сантиметра полтора нужно уже краситься не у меня такие как пакли из того что я вчера делала масляные масочки так переливаем с вами окислитель в чашечку здесь одной пачки хватает на такую длину волос как у меня либо короче но и по густоте волос тоже еще смотрим если у вас волосы ниже плеч то нужно уже брать две упаковки краски я имею ввиду окислитель осветлитель я беру в первый раз сейчас посмотрим как он на моих волосах сработает я не красилась давно месяц два наверное до этого была не сильно стойкая краска салонки в оттенке 51 вот она у меня была последняя на волосах и кстати что хочу сказать вот многие жаловали что она не закрашивает седину нет вы знаете у меня закрасила сидела нам закрасила но не так скажем интенсивно как краска фаберлик эксперт color то есть видно было что некоторые глазки вот которые они сидит они немножко светлее они вот на свету бликуют поэтому она конечно окрашивает но не так сильно так тут нет надреза я конечно не взяла ножницы пошла за ними захотелось быть немножко посветлее но не бросаться в крайности опять пландинка я быть не хочу а вот цвет 7 1 у меня вполне устраивает но на мой цвет волос он навряд ли схватиться и корни будут отличаться так вот порошок у нас обычный такой синенький порошок видите да вот он вот тут сколько его две упаковки сейчас будем с вами высыпать и замешивать вроде на дворе февраль небесная сюда девчонки но хочется каких-то изменений тоже время хочется отрастить волосы и себе уже говорила сколько раз что их отрастить можно только будучи в темном цвете что все эти светлые оттенки они нещадно жгут но нет все равно все равно хочется немножечко быть но посветлее так второй пакет высыпаю мы будем замешивать с вами эту чудесную смесь мне должно хватить на волосы хотя здесь не очень много получается вот как это выглядит порошок порошок прям летит во все стороны не очень много да мне кажется я сейчас буду наверное делать девчонки на влажные волосы потому что как-то количество совсем не айс у меня волосы не длинные но достаточно густые сейчас я быстренько наверно намочу их к вам вернусь потому что то что-то маловато боюсь и не хватит а потом растягивать ходить какой-нибудь пришел и мне это не хочется все волосы помыла мне у меня влажные расчесала сейчас будем наносить еще в этом видео тогда покажу вам как я делаю кладку вы просили у меня уже было такое видео но давно укладку какими средствами для волос пользуюсь шампуни я люблю девчонки чередовать менять мне как-то к дому быстро привыкают кожи головы я их чередую мне сейчас в использовании стоит поля крем мятный люблю его очень нравится последнее время миксит шампунь пост про него недавно в instagram писала вот такой это шампунь активатор рост с черным перцем экстрактом петрушки пантенолом он очень крутой и подойдет обладательницам волос жирных у корней потому что он может не может а подсушивает кожу головы и так как у меня сейчас волос были до этого момента в нормальном состоянии то мне он подходил волос у корней быстро жирнятся а с ним я на день я через день голову мою а с этим шампунем я что-то я даже без перчаток девчонки а с этим шампунем я могла через два дня мыть голову дольше волосы свежие чистые очень понравился у них у меня весь этот комплекс мне прислали маска еще разогревающая которая вообще там термоядерная но очень похож кстати на разогревающую маску от faberlic но у меня тоже есть я и пользуюсь тоже подсушивает кожу головы но я стараюсь не чистить вот она у меня есть это вот такой вот уход для тех у кого волосы жир жирнятся у корней и еще я много раз уже говорила и повторяюсь снова и снова для тех кто не слышал что здоровье ваших волос их внешний вид во многом зависит от того насколько вы правильно подбираете себе шампунь и бальзам если у вас корни жирнятся быстро то есть кожа головы уделять большое количество себам и да но волосы сами сухие окрашенные поврежденные то мы берем себе шампунь всегда по типу кожи головы шампунь берем для жирных волос мы с вами а бальзамчик уже мы с вами берем питательный и на корни волос его не наносим отступаем сантиметров 10 и наносим на кончики бальзам либо масочку питательную если у вас волосы жирнятся быстро они в хорошем состоянии не поврежден это значит уберете себе весь комплекс для жирных волос и бальзам и шампунь который совсем не будет вам их утяжелять потому что утяжеление жирным волосам оно не нужно совершенно а если у вас волосы поврежденные по всей длине и корни не жирнятся быстро значит вы берете себе увлажняющие питательные и бальзам и шампунь но даже таким волосам такой кожи головы все равно нужно периодически применять очищающие шампуни по типа того как от фаберлик с черным углем есть и скраб и шампунь да или какие-то другие скрабики для головы потому что волосы наши и кожа головы они впитывают все эти силиконы парабены и так далее и периодически нужно как следует их смывать не зависимости от того какой тип волос кожи головы у вас сейчас буду дальше мазюкать потом к вам вернусь уже глаза начинает резать ну что девчонки я пока мазюкалась у меня по моему уже два тона снялось видите они уже светлые но сзади темнее потому что за эти в последнюю очередь масло поэтому хожу еще но они уже светлые видите интересненько уже слезы из глаз господи режет глаза ладно сейчас буду смотреть по цвету волос я их прочесала помазюкала все как следует вот сейчас буду смотреть когда будет более-менее равномерный цвет а так два тона и я уже сняла в процессе нанесения поэтому конечно светлитель сильный я могу сказать да осветлитель сильно уже волос у меня достаточно светлая ладно сейчас еще похожу понаблюдаю пойдем балкон выветрюсь будем с вами смывать вот смотрите начать какого я цвета уже честно пойдем смывать скоро ну что девчонки отходило 20 минут что могу сказать на корнях практически белые а так видите желто сказать что прям сильно желтит сзади все равно вот как-то немножко потемнее пока еще но я буду уже смывая час моя краска все равно этот цвет сравняем с него мне кажется я не два тона 4 за 20 минут буду смывать посмотрим что получилось ну вот девчонки смыла смотрите что у нас с вами получилось может так оставить как думаете так походить желтенько слегка в принципе краска снялась хорошо сзади немножко потемнее вот я вижу но это не критично сейчас бы украсть я думала сначала может протонироваться нам с вами этой красочкой 7 1 но нет тонировка не возьмет должны быть волосы посветлее вот и так вот такой вот результат принципе за 20 минут волосы не пожглись и они живы я бальзамчиком еще прошла сейчас потому что предстоит повторное окрашивание да чтобы они у нас его пережили скажем так краска голову не жгла возможно осветлитель точнее за счет того что я вчера напитала кожу головы репейным маслом вот давайте разводить с вами все-таки тонировка не прокатит здесь у нас окислитель в чашечку а тонировка тут не прокатит а так можно было бы протонироваться краской помните какой сами тонировались 20 красочкой на светлые но немножко посветлее должна быть по за так в принципе спереди все однородно не сзади мне немножко потемнее кстати вот тот цвет сзади он красивый если такой был по всей голове можно было бы оставить потому что когда мы сейчас еще посушим они не будут такими сильно желтыми так теперь краску добавляем краска вот в таком вот чудике кстати тоже перчатки были в краске запас перчаток теперь есть раз к что самое интересное когда ее выдавливаешь на желт и я вам сейчас покажу не знаю почему ведь на самом деле это нас пипельный оттенок сейчас при смешивании с оксидом начнет менять цвет так выдела вот ой камера вам не показывает что желтая камера вам на ворот как-то высеряет на самом деле на желтые по хорошему тоже бы две упаковочки мне уже пора брать но ничего сейчас с вами обойдемся одной вот при размешивании она пока еще немножко желтит но вам наверно как белая выглядит слегка сейчас она начнет сереть уже на наших волосах начну с корней естественно тоже корни у нас получились светлее так что тут класс попала не надо нам сейчас этих инцидентов так на погнали сейчас оба интересно знаете что но себе один она темная сейчас такая светлилась покрасилась и получили получится то же самое что и было вполне может такой быть потому что 7 1 она очень темно сейчас мне уже жжет голову слегка местами потому что повторное воздействие опять на кожу головы и как-то поджигает фу красковая ночь опять надо все делать это быстренько намажусь покажу но девчонки же цвет красивый нанесла краску все посерела потемнела немножко так звуков надо вытереть на височках принципе цвет становится таким какой у нас заявлен на упаковочке да похож не хочется конечно чтобы он был сильно темный сейчас посмотрим буду смотреть сколько держать желтизна уже с волос полностью ушла они такого же красивого оттенка надеюсь таким и останутся не будет сильно темный тоже конечно 7 1 у нас темновато может честно осветленную базу ничего получится получится может неплохо и в дальнейшем буду корни подкрашивать только 7 1 и все все сейчас буду ходить смотрите пока вам расскажу про уход за волосами сейчас принесу все свои баночки которые больше всего люблю мне нравится и расскажу ну что сказать шампуни бальзамов я вам рассказал то есть мы подбираем своим бальзам по типу волос шампунь по типу кожи головы а я все время пользуюсь разных никаких любимчиков у меня нет выпускают новинки пробую новинки из того что мне нравится за убитыми волосами запожженными как какие у меня сейчас наверное будут очень круто ухаживает вот этот не смывашка ты фраше это крем для волос ухода для восстановления волос не требует смывания вот такой вот кремчик для волос он если кончики поженные наносим прямо на самые кончики прямо на самые на самые и тогда они лежат ровненько но в общем круто круто действительно выравнивает сглаживает их запаивает потрясающий крем нравится из тяжелой артиллерии вот когда волосы совсем пожжены убитые похоже на соломы девчонки могу посоветовать хайр либо он у меня стоит практически нетронутый потому что он не сильно утяжелял волосы я вот вчера его применила перед сушкой головы еще мне естественному путем они высохли я вчера его применила на волосы я прям как-то по всем прошлась потому что знал что буду краситься да и по коже головы тоже за дело и вот они немножко как сосульки но увидели вот до покраски в каком состоянии у меня были волосы немножко утяжеленые на нем не были до покраски в хорошем состоянии поэтому утяжеляет если у вас солома соломой вот этот вот хайр либо и шампунь и бальзам у меня был не подошли мне сильно утяжелять тоже волосы на тот момент в хорошем состоянии были а это у нас тут ни слова девчонки нет по-русски присылали мне на обзор тоже то по моему германия у нас хайр либо если я не ошибаюсь в общем смотрите вот так выглядит флакончик может где-то на озон еще где то есть это спрей не смывашечка так дальше неплохо для средней убитости волос комплимент вот этот спрей это кератин плюс аргинин экстремальное восстановление для и истонченных и секущихся волос спрей плюс сыворотка я не могу сказать что здесь правда написано ложь чуть-чуть слегка увлажняет волосы чуть-чуть спасает ситуации слегка облегчает расчесан по крайней мере на моих волосах да поэтому такой средничок немного помощнее и очень кстати зашел и кончился я вам прямо с пустых баночек достала показать это золотой шелк у меня есть еще сыворотка или масло для волос не нашла сейчас но мне больше понравился спрей золотой шелк вот так он выглядит он есть на аптеку ru самая дешевая цена гиалурон плюс коллаген двухфазный спрей восстановление питания с маслом органов вот он действительно классный он на осветленными на осветленных волосах у меня работал вообще великолепно просто потрясающе заполнение написано действительно как будто запаивает кончики если перед сушкой феном побрызгаться и не утяжеляет вообще абсолютно не утяжелять даже дочь его применял очень круто облегчает расчесывание так вот этот остался на один раз у меня бальзам флюид от фаберлик с маслом омлада это серия он хорошенький он классно ему нужно совсем чуть-чуть выдавливаем такой кончик носик как у кремов для век практически выдавливаем это маслица и прям по кончикам волосы здорово блестят после него и хорошо расчесываются и кончики сглаживаются да но это эффект временный все равно помыли голову опять все то же самое и два вот таких вот маслица у меня от иван до advanced техник они у меня оба кстати польские поэтому тут тоже ни слова нет по-русски черненькая у нас по моему с чем девчонки реконструкция но в общем и он понравился и вот этот зелененький понравился они все хороши очень нравится тоже временный эффект до помывки головы но тем не менее сглаживает кончики волосы после этих масел блестят обалденно так что вот такой вот у меня уход за волосами сейчас пока было брюнетки до сегодняшней покраски я не ни одной не смывашка не пользовалась абсолютно шампунь и бальзам иногда даже смотря какой шампунь просто шампунь и все потому что волосы состояние нормальном концы конечно местами еще пересушены с прошлых окрасок но не так сильно чтобы запутываться там или не расчесываться и так далее сейчас покрасила сейчас волосы опять подсушила кстати уже почти совсем темные даже не знаю девчонки сколько еще держать минут 10 максимум эту прям совсем по чернею вот поэтому был только шампунь и бальзам а вот эти не смывашки ждали своего часа стояли они мне все безумно нравятся вот этого крема и фраше расход совсем маленький вы хватает надолго он был 750 рублей я помню по акции и убрала на сайте один из тех продуктов и фраше который действительно зашел потому что во всем остальном фирма абсолютно свои цены не оправдывает совершенно так ну вот такой вот у меня уход за волосами сейчас мы с вами еще немножко подождем посмотрим что произойдет скажу вам на свету и будем скоро смывать смотрите девчонки какой цвет при естественном освещении уже такой хорошенький при мне нравится сейчас немножечко еще подержу наверное будем смывать девчонки такого леглась в instagram залитла посмотрите какая темная уже практически черная давайте будем смывать смотреть что по факту ну что девчонки не все так страшно как казалось я вам потом при естественном освещении покажу в принципе нет он темнее получился конечно чем на пачке он на пачке темным нарисован но так темнее где-то через две помывки головы он будет приблизительно такой как на пачке а так красиво пепельный отлив все как бы здорово я в принципе этого хотел вам сейчас на кажется что ничего не изменилось нет изменения сейчас мы с вами послушаемся я покажу как укладываю волосы сейчас добьем вот этот вот fluid от faberlic тут прям он хватит наверное вот немножечко совсем чуть-чуть провести несколько копеек на кончике нет я в принципе этого и хотела девчонки да на пару тонов я стал посветлее красивый цвет 7 1 вообще красивый цвет очень так дальше что мы с вами делаем берем фэн распутывать и включаем розетку нам понадобится такая продуваемая расческа для укладки я раньше укладывалась вместе с любимым лаком для волос ставьте чтобы был прикорневой объема больше сейчас я этого не делаю потому что прикорневой объем и так держится хорошо волос короткие за счет этого как бы она держится что мы с вами делаем зачёсываю волосы на одну сторону вот расческа застревает чуть-чуть но все не застревает пожгла пожгла волосики и сушим я сейчас буду все это дело делать ускоренные вам съемочки и без жужжания почему именно так я сушу волосы именно в таком положении сначала да потому что чтобы корни волосы фиксировались именно вверх тогда прикорневой объем будет а дальше уже я их сушу как положено сверху вниз по направлению чтобы запаять наши кончики закрыть наши чешуйки будет и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это то, что я хотела Немножко посветлее, не совсем темное, но в то же время натуральный такой благородный оттеночек, вообще красота. Я прям довольна, девчонки, на все сто. Результатом это что волосы не подпортила. Сейчас с разных ракурсов попробую, чтобы подостоверней как-то что ли. Нет. Вот так, наверное, достоверней всего. Ну-ка, откройся. Ну, в общем, классный. Он больше пепельный, нежели камера показывает. Камера немножко его рожает. А так он более пепельный и такой натуральный. Но потом в следующих видео посмотрите. Потому что я планирую такого цвета придерживаться. Буду потом в будущем брать 7.1, подкрашивать корешки, ну и немножко там пролонгировать, освежать может быть цвет. В общем, классно. Мне очень нравится. Ну, я на этой ноте буду прощаться с вами. Если была вам полезна и интересна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.